Ремонт храма на Боровой продолжится в 2017 году. Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в канун своего 50-летия рассказало об итогах работы и планах на будущее. В Петербурге идет война за великое наследие. История общества с 1966 года пестрит очагами сражений. Новоопик делает свою ежедневную кропотливую работу. Причем спасают не только здания, пострадавшие от современных реалий, но и постройки, которые были почти уничтожены во время Советского Союза и долгое время находились в полуразрушенном состоянии. Яркий пример тому храм на Боровой улице во Фрунзенском районе. Финансирование он дождался только в этом году. У нас часть работ в этом году, часть в следующем. Мы приступили к работам на фасаде здания. Оно действительно в очень плохом состоянии находится, кирпичная кладка, там огромное количество вычинки придется сделать. Но мы это все сделаем. С интерьерами там довольно все неплохо, поэтому мы сосредоточимся на его внешнем виде и воссоздадим его в том виде, в котором он был до того, как над ним поработали люди в советские времена. Внутреннее убранство храма было сделано за счет пожертвований. Параллельно с реставрацией фасадов идет разработка проекта их дальнейшего восстановления. Когда-то Бокровскую церковь на Боровой украшала богатая лепнина. Предстоит воссоздать не только утраченные куполы и кресты, но и заново отстроить шпиль колокольни и ограды с визными воротами. КОНЕЦ